обо всем без подготовки сегодня 18 мая 2020 года я в своем лагере под стразбурге в лесном где я пережил три зимы не по своей воле конечно ну вот сегодня 18 мая сегодня 11 закончился карантин а 18 закончились еще какие-то там ограничениям то есть очередная ступенька то есть школьники пошли где-то в школу там честно я не знаю как они там классифицируются эти периоды но вот бассейн например бассейн и не работают во всем сразу где-то до 15 июня я вот сейчас только что написал три письма по электронной почте префектуру в код упаду где мы получаем нашу почту где всякие там соцработники в общем хороший полицейский плохой полицейский это офи который нам пособие дает и потом она она живу отнимает вот и написал письмо в библиотеку алинея она же у 2 у 3 и в бы еще но что за письма у меня проблема правда я не знаю проблема ли это или может быть это вовсе никакая не проблема но придраться можно и сим можно наказать как даже не знаю 13 марта мне нужно было прийти в префектуру за моим новым аус вайсом и так как он тут называется аттестасион диман де доси его еще раз и писи называют почему-то ну то есть основной документ беженца где наш и d номер фотография там даже есть такая такой лист а4 он опубликован у меня там на сайте на влэй джорнал и 13 я не смог прийти потому что до обеда я просто был не в состоянии прийти до познает я работал накануне я просто не смог просто никак физически даже проснуться встать и когда раскачался уже то поехал за бесплатными продуктами правда их я не получал их я отдал все свое и сумку на колесиках и документ отдал моим многодетным там пришел приходил старшенький с мамой и срочно поехал к профессору доктор у которого мне было рандеву еще назначено за полгода это психиатр берчи вот он мне обещал прислать письмо в котором он мне укажет диагноз мисофония из-за этого я к нему записывался как защитный диагноз против выродков этих которые работают с беженцами чтобы они не издевались естественно я поехал к нему потому что ну префектура но я так подумал ну не приду 13 в пятницу кстати не повезло вот вот 3 пятница 13 да мы с ним мы смеемся а вот получилось именно в этот день я подумал ну приду в понедельник а в понедельник бац и объявили карантин и уже никуда идти нельзя вот но даже если бы можно было то скорее всего префектура была бы уже закрыта вот часть я не могу понять захожу на сайт префектуры а там написано что по записи можно приходить только по записи но но не не по всем вопросам указано что только вот по записи можно рандеву и даже по электронной почте можно рандеву получить по определенным вопросам там получение вида на жительство там права получения продления беженцев на машина вождение что-то еще там но вот именно вот мой моего вопроса там нет именно вот по работе с заявителями на на беженство на получение убежища нет то есть мы тут вот те которые фактически имеют права хуже чем у бездомных собак мы тут не беженцы называемся официально мы тут соискатели мы тут демандерда заявители на этот статус но мы еще никто вообще никто вот и вот я не знаю я написал то в письмо префектуру буду ждать ответа но библиотеку тоже написал письмо они в фейсбуке у себя написали что исключение они то есть они работают они там у себя в библиотеке видимо ну наводят порядок видимо там книжки тасуют и в общем пишут что конечно они работают и исключение делают для преподавателей для научных работников почему я хожу именно в университетские библиотеки и в какое-то время я перестал полностью ходить в эти в городские медиатеки потому что там для быдло именно именно они как бы и созданы для развлекухи именно для развлекухи то есть там вот люди сидят за компьютерами играют в тетрис там какие-то еще игрушки там шумят там кафешки прямо в библиотеке то есть не совсем не то где можно работать и писать серьезные письма какие-то там нет это не для этого и вот именно поэтому стал ходить я в алинею и в 2 у 3 в алинею лучше всего поскольку там то есть бы ну был бы ну центральная библиотека в бы ну тоже следят за тишиной но там работал этот турникет мужик мужик в конце концов я им писал писал и они его отключили наконец-то вот но потом там все равно там как бы общее помещение то есть там такие этажи они открытые то есть все равно шума больше и вот это вот нет уютности такой что нужно для концентрации внимания а в у 2 у 3 в алинеи там там уютно там небольшое помещение там там хорошо вот ну и написал письмо с просьбой аранды да и туда в библиотеку написал письмо спросил их а можно я к вам буду приходить два-три раза в неделю по несколько часов мне еще нужно аккумулятор заряжать поскольку я в лесу живу ну в общем буду ждать ответа ну мне приносит аккумулятор марк и он наверно будет приносить поскольку ему не трудно он просто мимо тут ходит каждый день дома воткнул розетки утром встал взял и принес ну то есть ему не трудно и как бы я ему какие-то там бонусы оказывают там собаку его сторожу иногда когда ему надо ее оставить где-то вот он не и оставляет тут вот гости у него вчера были он у меня собаку оставил на весь день и и они там повеселились там барбекуне нажарили чтобы собака не мешалась ну то есть мы с ним общаемся ему интересно со мной общаться вот но все равно как бы если бы если была такая возможность ездить в библиотеку и заряжать аккумулятор самому я бы был менее зависимый ну в общем рано или поздно придется мне из леса выйти куда-то поехать я думаю что первым делом я конечно пойду к своим близким многодетным я заберу там два своих аккумулятора больших точнее один один микки подарил я адамом их не маленький как карантин начался так они мне ни разу не не смогли привезти эти аккумуляторы на зарядку давал думал они будут приезжать сюда периодически на велосипедах вот но нет не получилось отвезу там что-то из продуктов может быть у средненькой девочки сегодня день рождения вот сколько ей лет и на на 12 это может быть 13 лет на на 12 все таки ну в общем то подарок у меня есть на этот подарок наполовину подарок он не про можно и так конечно подарить но я хотел его настроить чтобы его настроить нужна была симка я им каждым каждому подарил по симке они все попортили все все симки попортили из телефонов пока 21 полуживой один живой вот из четырех то есть два телефона они разбили и вот одним полуживой ну иногда работает она не надо не очень то есть я помню о дне рождения но я набиваться не буду звонить не буду уже подарок готов я об этом сообщил и и остается только его передать то есть вот они не вопрос подарок это ну планшет это планшет хороший большой 10 дюймовый экран 32 гигабайта память я поставил плюс там уже симку ставить то есть это звонящий получает это он как и телефон но что-то я не понял как там ее ставить разъем есть но что-то у меня на нее на симку не реагирует он наверное неправильно ставлю ну да ладно ну честно говоря как-то раз как-то я в ужасе просто как-то время быстро летит когда начинался карантин мне казалось ого-го это даже если на месяц был был бы карантин но мне казалось ого-го столько много времени целый месяц тоже каждый день бегал пытался что-то успеть каждый день что-то успел успеть сделать а здесь целый месяц отдыха ну я первую неделю вообще как бы расслаблялся тут даже дней 10 потом начал учить французский язык в розетта stone программе и слушал подкасты я вообще я много подкастов сказать много аудиокурсов скачал много штук 10 может 15 даже и я из них выбрал один который мне очень понравился это подкасты там ведущий ведущий говорит на на английском очень хорошим таким языком английским который я прям вот как свой родной понимаю то есть вот он говорит я просто понимаю они не расшифовываю речь и французский тоже там очень хорошо сделано сначала они текст произносят какой-то небольшой а потом они его по кускам разбивает и в разных вариациях они его уже объясняют и в итоге я прослушал 130 уроков где-то уже раза полтора завод за два месяца сколько прошло времени до прошло два месяца и два дня с начала карантина для меня чуть больше там два месяца четыре но пусть будет два месяца вот за два месяца я прослушал вот эти подкасты правда не все внимательно в полусне что когда-то в как-то слушал да вот и в розетта stone если поднапрячься наверно через несколько дней она мог бы закончить и 22 урока с проверками ну то есть каждый день максимум что мне удавалось пройти это где-то полтора два урока в розетта stone и несколько подкастов послушать и просто вот сейчас спустя два месяца прогресс есть конечно до карантина я не мог бы спеть французскую песню ну не мог я даже и фразу бы не смог бы спеть поскольку не знаю не знали настолько хорошо французский чтобы я мог бы спеть и у меня не не было артикуляции это речевая еще так подготовлена чтобы я мог быстро там по-французски петь а сейчас я перевел уже несколько песен и одну песню полностью выучил вторую песню почти полностью 22 из 3 куплетов и третью песню 2 куплета и припев наверно почти и выучил ну то есть довольно таки прогресс если учесть что мне на перевод песни и на изучение и на надо два-три дня вот почему перри перевожу песни я перевожу песню сначала дословный перевод чтобы самому понять смысл текста а потом делаю еще поэтический перевод стараюсь чтобы и смысл и в то же время чтобы еще и стих получился а потом только я изучаю ее на французском языке когда я уже знаю о чем там поется и каждое слово в этой песне уже знаю поэтому когда я пою вот я сейчас когда я по-немецки пою я даже не думаю о переводе я просто знаю о чем я пою и получается язык как-то автоматически учиться то есть некоторые вот обороты которые есть песни тебя кто-то скажет ты уже знаешь что это такое вот в изучении языка когда мы допустим когда лазером прожигаем сиди диск лазерный диск или допустим на магнитную ленту что-то пишем нам нужен какой-то активатор лазером грей разогревает да с этот самый диск магнитная головка то же самое чтоб там шурушит это сам вот эмоции играет такую же роль когда есть эмоции запечатлевается слова когда эмоции нет учение учи это как как для лягушки вот окружающий мир ничего нету как только муха пролетела наш движется это движение вот эмоции это движение ну и по-французски манчестер и ливерпул вот жена вот жена там же написано жеме если читать по-английски и по-русски то есть там у французов у них вместо и говорится когда подходишь и спрашиваешь что за трамвай там написано рисована трамвае буква написано е они горят конечно смешно но русскоязычных это ужасно путает и постоянно пытаешься прочитать е и поэтому ладно короче я что обнаружил я обнаружил то что я не готов говорить по-французску не готов и кое-что знаю какие-то штампы да причем те штампы которые я знал и до этого то есть я какие-то штампы знал неправильно выученные такие так они сразу всплывает у меня в памяти от них трудно избавиться как я раньше учил английский язык тоже слова неправильно звучал с неправильным произношением а потом приходилось мне приучивать довольно долго год-два я не мог избавиться от неправильного произношения можно жить дольше в общем не знаю куда я полтора месяца угрохал ведь каждый день я изучал французский язык конечно воскресенье удалялся суеты этот день как мне был французском отдан субботу тоже я старался хотя по лагерю субботу меня день работы по лагерю уборка там мусор и все такое но иногда и так вот в какой-то день я особо много не учил французский язык но тем не менее ну что несколько раз ходил я в супермаркет отсылал я продукты своим близким здесь в трассбурге многодетной семье чеченский вот так вот вот так и прошел для меня карантин я много мне было планов я думал что все успею был у меня план осмыслить проблемы франции относительно мигрантов беженцев как как бы какие как бы их можно было бы порешать и сказать свое слово какое-то ничего не подготовил только учил французский язык да конечно я о чем-то думал но письменно ничего не написал никаких текстов я даже не прочитал свои свои письма в снда который я отослал прям прям от 13 числа до карантина это 170 листов по моему из них основная часть процентов 80 90 это переводы формуляры такие так называемые такие таблички с полями заготовленными поэтому очень раздуто так получилось я даже не прочитал то свое письмо в суд снда это суд по правам беженцев который решает дать мне статус или нет а надо было бы прочитать вот я вчера начал читать когда загорал я уже нашел три ошибки да вот прогресс есть теперь я читаю французский текст свой я теперь вижу ошибки примитивные ошибки но я их вижу вот и теперь читай гораздо легче от я маленького принца вчера читал и гораздо быстрее легче читаем но говорит пока не могу говорить не могу что-то мне тормозит что-то у меня вот мешает я где чтобы что-то сказать мне надо сконструировать фразу мне надо глаголы повспоминать во времена там проспрягать там автоматом пока не получается как английский язык английский язык я вот как думаю так я прямо говорю вот прямо до меня прям сразу jewatur не так уже чтобы иногда конечно не сразу но тем не менее часто прям думаю так и говорит да и немецкий язык я упустил не учил каждые пятницу мне не немецкая что-то я хотел много чего вообще я в день за день я не успеваю сделать то что намечено не успеваю если чему-то одному делю сто процентов времени сколько надо вот отдал сколько надо то на другое уже не хватает вот ну что смотрел какие-то фильмы правда немного фильм я делю сейчас на две-три части а то и больше и смотрю фильм за несколько дней не могу я за один раз посмотреть фильм нет у меня просто времени столько дал кстати записать такой ролик занимают там 20-30 минут плюс потом можно перегнать на телефон и потом отправить в интернет это тоже занимает какие-то там 10-15 минут возьми с этим делом плюс фотографии не оставлял я панорамы даже делал какие-то мелочи вот матери звонил и в матери плохо стало недели две-три назад она начала падать осина ослабела как отравление какое-то у нее и я начал звонить каждые два часа ей это тоже время же это в день два-три часа отнимала больше и искал что заказать в интернете для нее и досташь для средненькой девочки вот подарок искал заказать может быть получилось бы до куда ушло время непонятно куда ушло время но у меня сейчас такое настроение что я не не в панике вовсе и то есть я даже не не озабочен тем что может быть я к чему-то не готов потому что я готов только к одному уйти 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 вообще как даже не знаешь сказать вот уйти в большой лес там остаться на западе от стразбурга есть большой лес такой заповедник там остаться если в этом году не успею уйти до дуров на день до солнцестояния солнечного потому что потом просто сентябре начнутся холода возможно и я не смогу уйти как я хочу уйти плавно месяца за два и уйти потому что сломался года два тут во франции и сейчас я вообще не чувствую когда я смысловой понятийный аппарат у меня не готов чтобы высказываться когда я начал отдаляться от и когда я решил даже не знаю как сказать в общем есть у меня близкие здесь в стразбурге когда я понял что больше мне не следует проявлять никакой инициативы по отношению к ним как даже не уйти я же никуда не ухожу если они помощь попросит конечно же я помогу но я я уже они не будут у меня уже теми близкими которые вот которые которые для которых нужно себя посвящать свою жизнь посвящать ради которых ради которых нужно жить таких не будет да будут будут до близки но как знакомые что и вот не имея такой цели в жизни я как бы дезактивить дезактивизировался и мне нет ради чего жить только сейчас в жизни держит меня моя мать престарелая восемьдесят первый год она не знает переживет ли этот карантин и этот антивирус этот коронавирус когда она уйдет мне нет ради чего оставаться у жизни все секреты бытия мне известны правда сообщить их кому-то либо очень тяжело наши люди ищут чего-то как сказать такого чего-то особого нет такого есть трудно очень простое но трудно понимаемое поэтому и их не привели не привлекло бы то чтобы я им начал бы объяснять и у меня конечно же эти мои близкие это было бы была для меня моя будущая жизнь сейчас она испорчена я бы сказал не потому что они виноваты или я виноват но это как сказать человек когда умирает от болезни или от старости кто ему виноват ну кто это просто данная это данная вот данность вот данность такова что они я не как сказать я не справился и они себя тоже винить я не знаю стоит ли себя винить может быть это было мне просто не не по мне по силам может быть я был слишком добр к ним когда человек к тебе слишком добрый ты ему на шею садишься еще понукаешь да и ты не ценишь никогда ты такого не знаю в общем просто я устал у меня сейчас как сказать вот сейчас спина очень сильно болит при всем при том что я этот рюкзак вообще не нашу я тут два месяца я практически отдыхаю мне руки вот иногда я поднять не могу руку меня такие страшные боли в локтевых суставах я же не сейчас брасом не плаваю коленка вот сейчас правда чуть спала больно недавно так сильно болел я не мог спать и не мог повернуться так чтобы не болела очень недостаточно сейчас чуть чуть опять спала вот неделю две назад но но тоже не перестает в общем в общем физически этот карантин мне не дал такого что я ожидал из лечения назвать избавление что ли от этих недугов наоборот вот это странно может быть это действие коронавируса такое я читал что есть так есть такой такие эффекты когда он во мне есть организм с ним борется но не может до конца перед побороть и вот он блуждает по разным отделом организма и пытается там нарушить все что может и в общем выдержать на морально выдержать на мою ситуации три жизни в зимой в палатке плюс до этого же еще чё плюс моя жизнь моя жизнь была такова что многих бы на многих много раз бы убила несколько раз а я выжил много раз выживал же почти уже будучи почти уже до смерти доведенный много раз выживал а сейчас уже возраст просто уже с таким возрастом трудно и морально просто я раздавлен раздавлен французским обществом как она я не все видят эту сторону не все видят эту задницу так сказать французскую я увидал я не специально туда полез так получилось из-за моей принципиальности из-за того что кто имеет достоинство он рано или поздно напорится на тех которые захотят опустить ведь те которые опускают всех вокруг себя да они же прежде всего накидываются на того кто имеет достоинство